всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинар и пропаганду сегодня самая скандальная тема рунета борщ и срач список ингредиентов и основные этапы рецепта как всегда в конце ролика прочитаете а сейчас о рецепте как известно в мире очень большое количество не очень умных людей но в интернете почему-то их процент значительно выше чем в реальной жизни стоит открыть любой рецепт на сайте и под ним в комментариях вы видите сотни кретинов утверждающих что этот рецепт неправильный почему это именно кретины да потому что до них никогда в жизни не дойдет что не существует и не может существовать какого-то единственно правильного рецепта у народного блюда вот у авторского блюда может вот был например в тихуане в свое время такой шеф-повар цезарь или на итальянский лад чезария кардини придумал он салат и получил этот салат известность во всем мире назвали салат цезарь то есть в данном случае мы имеем автора конкретного автора рецепта и поэтому можем утверждать что этот рецепт правильный авторский а этот неправильный а есть например пельмени есть у пельмени конкретный автор человек рецепта нет ни человека какие рецепты правильные допустим если фарш и только свинина это правильно или нет а если смесь свинины и говядины а А если смесь свинины, говядины, лука? А если только мясо и чеснок? А если мясо, чеснок и яйцо добавили? А если тесто, допустим, только соль, мука, вода? Или тесто, соль, мука, вода, яйцо? То есть существует гигантское количество разновидностей. А еще разные варианты приготовления их непосредственно. То есть просто вареные, вареные с бульоном, томленые, жареные. И все это, все без исключения, это пельмени. Кому-то такие нравятся, кому-то всякие. Но это пельмени, и нет среди них правильных или неправильных. С борщом та же самая история. Первое упоминание письменное борща, вот до сих пор найденное, оно встречается в новгородских химских книгах и в домостове Ивана Грозного. Но если вы решили, что там написано хоть что-нибудь похожее на те борщи, которые вы в течение своей жизни ели, так вот нет. И близко ничего похожего. В те времена не было на Украине, на Руси, в Польше той же самой, ни помидоров, ни картошки. Короче, борщ может быть только вкусным, либо невкусным. На ваш вкус, ну или на мой вкус, кто его пробует. А вот правильным или неправильным он быть не может. И утверждать обратное могут только те самые кртины, про которых я в самом начале ролика сказал. Надеюсь, что среди подписчиков канала таких нет. Хотя зайти, конечно, посмотреть этот ролик могут многие. Короче, я сейчас хочу приготовить постный борщ. Несмотря на то, что я ярый мясоед, вот этот постный борщ в жару я ем даже с большим удовольствием, чем борщ с мясом. И это вкусный борщ. Мне он очень нравится. Если вы приготовите, надеюсь, понравится и вам. Поехали. Начну с подготовки овощей. Свеклу надо очистить и нарезать соломкой. Размер соломки на ваш вкус. Мне нравятся такие кусочки в сечении 5 на 5 миллиметров примерно. Сразу отложу и сбрызну вкусным яблочным уксусом. Он пахнет яблоками. Ой, он пахнет кислыми яблоками. Он на вкус как очень кислый яблочный сок. Он очень ароматный, он классный. Не надо вместо такого яблочного уксуса в борще использовать обычный столовый. Только испортите все. Еще раз, вкусный яблочный. Лук нарубить кубиком. Морковь почистить и соломкой нарезать. А размер соломки такой же, как у свеклы. Очень желательно для борща корень петрушки. В наших краях, к сожалению, его не найти. Поэтому я вместо использую пастернак. Тем более, что это родственник петрушки. Тоже соломкой. Размер соломки такой же, как у моркови. Так, ну все. Предварительно подготовился. Начинаем. На одной сковороде надо поджарить свеклу на растительном масле, а на второй лук, морковь и пастернак. Обжариваем на среднем огне до мягкости. Нужно, чтобы сахара лука, моркови, свеклы начали карамелизовываться. Вкус карамели от просто вкуса сахара отличается, согласитесь. Пока процесс идет, нарежу картошки. Да, и воду для борща уже можно начинать греть. Картошку сюда. Пастернак готовится в разы быстрее, чем обычный. Обычный тоже вот ляпнул, да? Какой обычный? Если поднять кулинарные книги, конца, например, 18-19 века, да то же самое, малых овец, можно обнаружить десятки разных рецептов. Там и с печеной свеклой, и с сырой свеклой, и с грибами есть, например, и с галушками. Да и к десятке разных рецептов. Но если мясной, то он готовится все-таки, ну, два часа. Плюс варка бульона и мясо, да? Он постный, готовится в разы быстрее. Минимум в два раза быстрее. Не забываем помешивать овощи. Смотрите, свекла уже начала становиться мягкой. Значит, самое время добавить консервированных протертых томатов. Сахара в свекле недостаточно, поэтому сразу и сахара немного сюда. Картошка уже скоро сварится. Значит, надо нарезать капусты потоньше. И сладкий болгарский перец. Что касается скорости, расклад у меня по времени получается такой. Сначала 5-7 минут на нарезку овощей, потом 10-15 минут их обжарка. И за время обжарки я варю картошку и дорезаю оставшиеся овощи. Ну, как только картошка стала мягкой, видите, разваливается. Значит, можно в кастрюлю обжаренные овощи класть. И за время обжаренные овощи класть. Все, доводим до кипения. И вот сейчас добавляем готовую консервированную красную фасоль. Можем, конечно, брать и неконсервированную, но ее сначала замачивать сутки, потом варить долго, а мне лень. Сразу посолить черный перец горошком и лавровый лист. И варим еще 5 минут. Вкус и аромат смешаются как раз-таки. А я тем временем чеснок нарублю и зелень. Отлично. Теперь в кастрюлю отправляем капусту и сладкий перец. И много не надо. 5 минут и достаточно. Можно выключать. Важный момент. Овощи у вас могут быть недостаточно сладкими. Томат может быть недостаточно кислым. Поэтому перед самым выключением пробуем борщ. И в зависимости от ваших вкусов и необходимости, либо добавляем сахар, либо яблочного уксуса, либо того и другого вместе. О, какая красота. Выключаем. И вот сейчас заправляем зеленью и чесноком. Все, готово. Оставляем под крышкой на 10-15 минут, чтобы чесночный дух по всей кастрюле разошелся и за стол. Огненно-красный, насыщенный, яркий и безумно вкусный, хоть и без мяса. Приятного аппетита. Сметанки и борщика. Обожаю. Вот, обожаю. Именно это сочетание. Именно свекольный. Мои предки со стороны бати, с доном, донские казаки, 5-е поколение, это прапрапрапрап, какой получается, с дона уходили, когда раз казачьи у них это не началось. Они пошли и образовали казачью станицу на Кавказе. И бабушка, к которой я приезжал, покойник, царствие небесное, готовила в этом хадыжинске, хатачьи из станицы, борщ, но она готовила его без свеклы. Она вот такой постный борщ готовила с фасолью, со сладким перцем, но без свеклы. Мне нравится со свеклой борщ. Он более, получается, яркий, более насыщенный, он сладкий более получается, что ли, за счет этого. Классная штука такая. Ладно, не буду я больше пробовать. Съедать его буду за кадром. Слушайте, готовьте борщи. Самые разные. Те, к которым вы привыкли. Попробуйте такой борщ. Обязательно напишите под роликом, какие борщи вы готовите, какие вы знаете. Только заклинаю вас. Не думайте, что вы тот самый единственный человек, который знает единственно правильный борщ в мире. Что вот, ваша бабушка готовила у всех. И у всех комментаторов под этим роликом тоже были свои бабушки. Они так же готовили. А у них были свои бабушки. Борщей на свете, несчитанное множество разных рецептов. Какие-то вам понравятся, какие-то вам не понравятся. Но они все правильные. На этой нотке хочу с вами прощаться. Напоминаю, по промокоду Фреска вы сможете здорово сэкономить, велитая ножи Самура. Классные ножи. Подписывайтесь на канал, если до сих пор еще не подписались. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, делайте репосты. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok